начиналось все совсем просто незаурядно я приобрел трех коров к этому все так что то что нужно то есть корма оборудование и начал заниматься фермерским хозяйством на базе дома где выжила моя прабабушка все не покупал какое-то место ничего не просто досталось наследство и я решил вот возобновить в память о ней такую вот историю фермерского производства молоко натуральная продукция и вот с этого все и началось вот эта идея с восстановлением традиций поддержание тех традиций как бы именно так если честно очень больших потому что вот за пять почти уже шесть лет дойного стада 30 голов плюс есть молодняк свиньи куры цесарки лошади все сейчас кстати приобрели павлинов но это чисто так вот для души потому что приезжает очень много семей почему почему бы вот не показать им все что бывает вообще на ферме и соответственно полтонны молока примерно в сутки мы перерабатываем в принципе пока что не развиваем дальше потому что надо это еще удержать я считаю это очень важно любом бизнесе слушай на самом деле конечно ферме это тульская область веневский район деревне дедиловские выселки 30 километров от тула я считаю достижимая цель чтобы доехать туда обратно то есть за час можно спокойно добраться и вернуться в то уже с натуральной продукции и реально приезжают и из тулы из москвы и те кто едут там в рязань потому что веневская трасса как раз вот именно туда ну и многие другие вообще области а если говорить про наш город тула то мы выставляемся в ярко на ярмарках каждые выходные это фрунзе иногда хопер и поставляем есть такой у нас магазин сеть магазинов фермерская еда честная еда все же понимают что в 15 лет я еще учусь во-первых в школе я еще все-таки ребенок и со мной конечно же были мои родители всегда приезжал на каникулы в деревню и мне рассказывал рассказывал мой отец либо моя бабушка и сейчас уже я могу полноценно этим заниматься один то есть конечно прежде всего должна быть хорошая команда подобрана начиная там с обычных те кто работает на скот дворе заканчивая ветеринарами те кто работает в службе доставки и все остальное но если так вот заметить самая была необычная реакция даже не тем что я занимаюсь а сколько мне лет потому что когда мне было 18 лет и когда я себе уже официально мог заявить потому что я зарегистрировал это все как было как полагается уже на себя люди говорили что мне там 23-24 сейчас уже намного больше мне дают вот несостыковка возраста которые у меня есть на самом деле которые вот я скажем так чувствую себя я учусь в российском экономическом университете имени плеханова его сейчас заканчиваю четвертый курс дальше буду продолжать я надеюсь я хочу поступить магистратуру да конечно помогает но она конечно не сколько именно по фермерскому хозяйству сколько ведение именно бухгалтерских всех знаний то есть фермер это одна сторона медали а вторая это все таки все равно это бизнес это введение и уплата налогов и все что с этим связано форму поддержки обязательно нужно любому предпринимателю не только как те кто занимает сельским хозяйством а сельскому хозяйству мне кажется особо потому что это не всегда очень прибыльно скажу честно и меня наверное поддержат все таки все фермеры потому что прибыли в большой не будет например как добыча нефти или еще какой-то да даже просто там перепродажа чего-либо то есть это очень сложный трудоемкий путь развития вообще бизнеса не надо сколько финансовой порой даже поддержки хотя это тоже очень важно просто это рынок сбыта фермер сам может произвести и ему порой иногда негде продать я первый раз мне позвонила юлия гривна шаламова и сказала что вот иван вы не хотите ли поучаствовать и мы вот как бы после этого познакомились очень достаточно близко и общаемся и вот ей наверное больше всего я хотел бы сказать спасибо потому что человек который вот реально меня физически поддерживает везде начиная морально какие-то вещи заканчивая просто вот финансово то есть она постоянно приглашает как бы ну по всяким программам на выставки на конкурсы на какие-то ярмарки которые проходят нас на региональном этапе на областном на федеральном то есть постоянно вот как бы дает толчок и говорит что вот надо сделать и как раз бизнес успех этот конкурс который я вообще не верил и который очень даже если честно не ну не очень хотела даже идти потому что федеральный уровень там это как-то все такая нет нужно нужно как раз он шел в параллели с молодой предприниматель и почему-то не моды предприниматель мне казалось что это много круче но она все равно меня смогла переубедить и мы вот благодаря ей наверное все таки я дошел до финала я прошел второй этап и все равно это было очень круто первый такой для меня был очень серьезный конкурс это молодой предприниматель россии который проходил у нас также в туле я его выиграл стал победителем регионального этапа в принципе это было для меня очень серьезно 18 лет я участвовал да просто как выставлял свою продукцию в шлеме там был тоже уже финал там был награждение победителей и я просто как бы выставлялся показывал свою продукцию а уже на следующий год когда я увидел все как это происходит как надо защищать свои проекты как нужно выступать и я уже набрался опыта и думаю общу блин попробовать я краему уху слышал но если честно тебе сегодня рассказал об этом и получается я во всем этом участвовал то есть все вот эти программы которые моды предприниматель там какие-то ярмарки или какие-то конкурс или что-то вот все во всем чем я участвовал это все-таки получает одно название нацпроект грандиозных пока что никаких нету то есть хочется просто стабильности которые сейчас я свободу смог реализовать то есть стабильные продажи стабильное развитие фермы то есть это не снижение темпов не увеличение каких-то огромных там скачков да очень хочется я об этом уже наверное говорю не первый год о том что я хочу приобрести большую ферму и заняться в производственном масштабе но пока что это не получается по всяким скажем так финансовым положением и вместо я пока не могу найти конкретно то есть были несколько вариантов куда можно было переехать но были вот какие-то все равно нюансы которые мне я хочу чтобы все идеально и тогда я бы готов переехать только в тульской области потому что скажем так все-таки тульская область меня вырастила смогла мне дать толчок и я хочу все-таки остаться в туле наверное желание вот у меня на протяжении моих 21 года я просто первое что меня появлялось это желание то есть вот я захотел и потихоньку шел к этому да иногда с какими-то преградами вообще просто вот что-то не получалось и я иногда даже это бросал или что-то еще но все равно прежде всего желание цель ее уже достичь и дальше развиваться вопросов расплох нет на самом деле я многим чем увлекаюсь это и спорт и машины и как бы как мы все мальчики там и тем же футболом или чем-то еще вот но вот как бы каким-то конкретно вот бизнесом пока что я не могу сказать всего 21 я хочу еще думаю я я рассчитываю на то что я смогу чем-то еще заняться и быть для региона полезен еще неужели ты не хотел нигде больше поработать попробовать светил суши да сейчас-то было когда-то идея в классе учиться восьмом когда я закончил музыкальную школу я хотел пойти в актеры а сейчас ты это не пробовался суши ну не столько исток перед рабочими даже такое то что как так можно потом включать наоборот доброго хорошего начальника нет не было рекомендации я закончу музыкальной школы еще ко всему этому ни одного проигранного конкурса и могут так немножко это похвастаться нет в основном нервах нет мне было по классу академического вокала и это было очень классно ну немножко да у меня были также и федеральные конкурсы образцово меня приглашала одно время то есть как бы так это было все очень классно да мне был очень высокий голос сейчас он опустился но все равно вот опять же желание вот про то что я говорил в самом начале вот я очень хотел себя чтобы не оставался высокий голос мне все равно остался высокий голос и я могу спокойно петь высоким голосом первым тенором ладно все удачи давай пока